Вот там Енисей, вот они стоят на полдороге к Енисею, так, вот и мы сейчас пойдем туда мерить воду. Вон у него градусник в руке. Ну какая погода, я потом ниже покажу, ну порядка 30 градусов, но об этом чуть ниже. Енисей парит. Никогда за 36 лет, что это 36 зим, что я здесь был, никогда ни разу пар с Енисеем не заходил сюда, не отходил от берега ни на метр. Никогда. Это сказки господина Франца Халилова, которыми он столько вреда принес, остались сказками. Да, парит, температура воды ноль, бешеная скорость, лед есть по краям, вот, все остальное он придумал. Ему так хотелось, чтобы у меня было все как у всех, тогда не надо дергаться. Но почему-то в Сочи пишут ни хрена нет, в Хабаровской пишут ни хрена нет, вот, отовсюду пишут ни хрена нет, я уж по-русски в Белоруссии ни хрена нет. Ой, вот это вот, получается, что дело и в климате, конечно, снега нет, это весь снег, так, хотя уже январь месяц, ну тут сантиметра полтора-два. Вот, конечно, выморозил, будет под сорок, ну, сорок не было, тридцать шесть, тридцать восемь было, пару ночей, это довольно тепло по нашим меркам, но нечисть выморозила, то есть придет лето, у нас губительного нашествия ночком их не будет. Правильно сказал Курдио, я сейчас-то раз повторю какую-то волшебную фразу, которая звучит так, повезло Железову, на то, что живет Сибири. Сейчас, секундочку. Повезло Железову, что живет в Сибири. Так, это не все, самый интересный фотографий я еще только приготовил. Смотрите, вот в этом месте настроение после похорон, вы знаете какое? Вот, разговор грустный, я пытался только оптимистически говорить, но вот эти достижения науки и главное не то, а то, чем оно нас научило, оно нас настолько уничтожило с удовольствием, что настроение я взял и решил. Да, почитаю я еще стихи. Поэтесса Елькина Барнау, вот она. Вот, вот мы, как он называется, афоризм. Виминар без стихов, что сад без цветов. Вот, а она моя гостья, она действительно все это видела, пробовала и поверила. Помните, я показывал вместе с этими, с персиками моими, но уже в его саду. Может, я почитаю. Мне так хочется. Солнцеворот. Это праздник длинной ночи. Это день солнцеворот. Карачун потом в калятке выйдет погулять народ. В парке димние забавы, с горки катит старый млад. На катке залитом пары, не устану танцевать. И бежит лошадка по неполутоптанной тропе. Пар валит до спинетиней на взрошенной спине. А в лесу мороз крепчает, реки лес разрисовал. Там медведь в берлоге лапу, повернувшись, поменял. Рыбы подо льдом заснули, звери путают следы. И затихли в дуплах пчелы. В норах спрятались ежи. На секунду ближе к лету. Мы спешим, а снег идёт. Лишь летит моя планета на весенний поворот. Здорово, да? И вот мы пришли на речку. И здесь получилось так, что когда мы опустили этот градусник, он меня взял и отключился полностью. Он был на морозе, полностью отключился. Этот самый фотоаппарат, у которого вставлено это. Видеокамера. Сфотографировать не смогли. Мы видели ноль. Это 100%. Знаете, здесь Халилов, если он когда-нибудь посмотрит, скажет. Ну вот тут мечталось хитрость. Наверное, тут температура 5 и 10 градусов. Мы оба, с вами, видели этот ноль. Так, градусник замёрз. Потом я покажу его замёрзший. Вот. И Эта фотография откладывается до следующего раза. Градусник мы испортили. Теперь, был ли там ноль? Я всегда говорю, один человек может соврать. Если два человека врут, значит они оба. Или проходимцы, или мошенники. Так вот, когда-то мы с ней разговаривали за чаем. Вот. Я привёл пример Амар Хаяма, который написал стихи, в которых есть такая фраза. И лучше быть совсем один, чем вместе с кем попало. Это правда я запомнила всю жизнь. Были года, когда я выставал от одиночества. Вот. И никогда, я уверен, наверное, Александр, если бы я соврал хоть на градус, больше бы мне в жизни не поверила. А вся эта агротехника, чаще ей приходится брать на, пока на веру. Потому что она ещё не видела многое из того, что было в саду. Вот. Говорили же, что я фотографии делал в Крыму. Я там был один раз, 40 лет назад. Но тех фотоаппаратов и не было. Хорошо, зря они про меня такое сказали. Значит, здесь 0 градусов. Вот. Для полной картины, клянусь Богом. Я не шучу. Я собираюсь там ещё. В райском саду побывать. В качестве работника. Грешен. В качестве работника могут взять. Вот после такой вот, как бы, понедельника. Продолжаем. Итак. Это было 8. Минус 18. Приехали. Восьмого. Причём, каждый раз. Я не знаю, что она подтвердит. Всё раз говорю. Она никогда, я хоть раз в жизни солгу, она мне больше никогда не будет верить. Вот. Она подтвердит, что бегом только приезжаем, подъезжаем в верхний сад. Так я его называю. Итак. Минус 24. Разница. А здесь 18. Сколько получилось? Кто-то считать умеет. 6 градусов. Ладно. Это ещё не предел. Вот. А этот. Тот самый замёрзший. Он уже отказал работать. Там лёд. Вот. Поэтому, чтобы для проверки мы, я взял вот этот градусник в теплице. Здесь уже вот эти вот 4 из 5 закрыты. И дверь. И дверь, хотя она разбита стекло, но она закрыта. Здесь получилось минус 20. Даже теплица. Даже теплица оказалась холоднее, чем на той стороне. Вот. Вот. Это было восьмого. У нас началось потепление. Так. Ещё. Так. Ещё. Томатографию. Агуст. Вот. Посмотрите внимательно. Как она внимательно ищет следы болезни. Не нашла. Вот. Ну, а дальше ребята взялись за работу. Снега мало. Совсем мало. Пришлось царапать, царапать, царапать. Пришлось работать. Почему? На этот вопрос ответил Тимоша. Я его даже и за язык не тянул. Я его спросил, зачем мы сюда... Зачем я заставил снег таскать? Он сказал, деревья привыкли к снегу. Интересно, да? Я его не говорил. Он не применил другое слово. Там адаптация. Вот. Иронирование. Вот. Вот сказал. Привыкли. Нормально, да? Самый лучший язык. А эта дорога. Теперь шестого. Мы были восьмого, там пятого, шестого. Это опять мы едем. Эта дорога. И в Черемушки, к Боднеру. Вот. И дорога на ту сторону. Где вот. Опять смотрим. Минус девятнадцать. Смотрим сюда. Минус двадцать девять. Видите? Вот. Это верхний. Теперь мы смотрим на... Нет! Не на девушку. Меня уже упрекали. За это. Давайте так. Нет. Посмотрели на девушку. Полюбовались. Я специально сделал еще одну фотографию. Чтобы девушка не отвлекала. Показываю крупный план. Тридцать. Двадцать. Девять. Тридцать. И так перепад. Перепад между... Тома в шесть градусов. А теперь перепад в десять градусов. Вот. И что получается? Получается, что... Этого не знал Нитроценко, который сцепился в поле, в публичном поле, с этим самым, с кандидатом наук Халиловым. Который так не хочет, чтобы у меня было морозы. Как ему не хочется этого? Вот. Так бывает, когда личный, когда характер, когда вот это вот... Как это называется? Субъективное мнение преобладает на высшую добросовестность. Ну, приедь ты. Ну, узнаь ты. По мере сам. А вдруг ты скажешь, что в той мере утром, а это днем, когда потеплел. Или наоборот. Хотя это неправда. Клянусь Богом. Что все честно. Вот так получилось. Три разные замера. Перепады 6, 8 и 10 градусов. Разные, но всегда пользуясь этой стороны. Вот такие дела, ребята. Так, сейчас прошло. Мне надо расходить на кухню. Добавить себе кипяточку. Это займете. Немного я долго говорю. Вот. Что это дальше будет? Дальше будет вот это. Разговор про черешни. Бодно расставил нам надежду. И надо будет продолжать эту тему. Сегодня успеем, не успеем. Я еще ничего сказал. Я еще ничего сказал. Спасибо. Спасибо.